Бронежилеты, балаклавы, лекарства и деньги раненым. Все это львовские активисты и священники собрали для украинских военных. Армейскую спецэкипировку подарили местные предприниматели, а деньги на лечение раненых собирали по селам. Перечислять их на счета Министерства обороны активисты не собираются. Планируют все до копейки отдать в руки украинским бойцам. Это офис одной из львовских общественных организаций. Здесь уже несколько дней активисты пакуют в коробке все, что несут горожане для украинских бойцов. От печенья, носков и сала до бинтов. Все это активисты готовы лично отвезти на восток Украины. Осталось сложить военную экипировку, балаклавы, маскировочную одежду и бронежилеты. Их принесли предприниматели. Люди, которые знают, говорят, что это очень удобная речь. Вот так накинуть, завязать и вбить. Не секрет для всех, что у нас катастрофическая ситуация в армии. То есть, несмотря на то, что финансы надходят, стан не покращивается. Мы сейчас сделали акцент на экипировке, чтобы максимально защитить солдата. Поддержать украинских военных решили даже дети. Передали свои рисунки. Их вместе с продуктами и экипировкой активисты отправят уже к концу этой недели. Можно? Господиня, можно вас? Да, на экипировке. Тут такая справа. Мы собираем деньги. Если вы можете до нас приедать, с солдатами, которые ранены не хотят передать. Так, девочки. Так, здорово. Кто дает несколько купюр, а кто и всю пенсию. Только за два дня активисткам удалось собрать 14 тысяч гривен. Они потеряли темчасовую працездатность. Можливо, где-то есть маленькие дети. Мы хотим хоть как-то. Это очень маленький наш вклад. Но хоть как-то им помочь. Приобщились к благому делу и во львовском гарнизонах храма святых Петра и Павла. Раньше собирали деньги и медикаменты майдановцам. Сегодня здесь, кроме стеклянного ящика, куда прихожане кладут гривни, священники открыли специальный счет. Эти деньги идут безусловно на закупление этих вещей, бронежилеты, каски. Военную экипировку и собранные деньги священники, как и активисты, планируют лично отвезти на передовую. Кристина Гоженко, Юрий Голубенко, Телеканал Интер, Львовская область.